Книга «Открытым оком». Том 11. Сема Лапкин книги. Вопрос 2449. Как выбирают авторы название своим книгам? Сами ли они это делают или им при напечатании дают имя? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Про других не знаю, но название должно каждой страницей книги подтверждаться. Не прийдет и мутит, когда в названии книги что-то претендующее на исключительность. Нужно учесть, что книгу будут читать и враги, и потом они смогут обсусолить и так обкатать твое любимое детище, что крестинам будешь не рад. А вот архипелаг ГУЛАГ – это классический образец названия. Или «Война и мир». Ни на что не претендующее название. Однако уже сказавшее в двух словах суть нескольких сот страниц. Труднее всего мне далось название книжки со стихами. Из сотни предложенных вариантов я взял свой церковь, свобода, тюрьма. Название отвечает всем требованиям, и уже понятно, кто пишет и о чем. Про симфонии говорить нечего, оно кратко и общее принято. Новый завет тоже уже не изменить, тут рамки и стены, по ним и обводка. У меня только две книги требуют пояснения – «Кыстинному православию» и «Открытым оком». Десять томов уже, и как видно, это не предел. «Открытым оком» – это место, взятое из Библии, и претензий ко мне не может быть. Число 24, главы 3, 15. Говорит муж с открытым оком. Это призыв смотреть на все, не через бельмо при страсти своей конфессии или через помрачение неверием. Здесь говорится о пророке Божьем, у которого открыто и на будущее зрение. Эта фраза повторена дважды. Говорит муж с открытым оком. Это уже не просто фраза, а название, имя этого человека, как глаз вопиющего в пустыне. Когда Юрий Малашин, режиссер, ставил документальный фильм, он назвал его «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Этим глазом он назвал «Меня», то есть весь фильм был о проповеди. И о втором крещении в России впервые заговорил я же, и под таким названием выходили мои материалы. Матфея 3.3 «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». А теперь посмотрите, как близко стоят эти две фразы. Говорит муж с открытым оком. Глаз вопиющего в пустыне. Считаю, что название книги выбрано очень удачно, кратко и без претензий. Да если даже это будет истолковано и лично обо мне, как о муже с открытым оком, а не о материалах, не о желании, чтобы люди не были слепцами, а жили с открытыми очами, то и тогда, упрек мне, за название его претензий. Озность не так уж будут разниться от истины. Упрека за название не было еще ни одного. Вот за книгу «К истинному православию» было одно от Диакона Бурякова Михаила из Ишима. Заочно услышал сказано, но не от истинного расположения к истине, а к истинному православию. Народ необразован и слепой, и его нужно воскрешать и лечить ему глаза. Когда я перебрал всю Библию, то остановился на слове «Око», «Глаз», потом стал выписывать от руки много места из Библии на эту тему и оставил 9 мест. А всего слово «Око» во всех падежах встречается во всей Библии 209 раз. А слово «Глаз» 343. Так что выбор был довольно обширный. 552 места из Библии. Времени потратил много, но не пожалел. И это еще более укрепило мысль, что название должно касаться взгляда на все вокруг и внутри нас. Вот эти места. Числа 24, 13, 15. Говорит муж с открытым оком. 4 Царство 19, 16. Открой, Господи, очи Твои и воззри. 2 Паралипоминон 7, 15. Очи мои будут отверстия. Псалом 12, 4. Просвети очи мои. Псалом 118, 18. Открой очи мои. Псалом 145, 8. Господь отверзает очи слепым. Исайя 6, 7. Очи свои замкнули. Исайя 32, 3. И очи, видящих, не будут закрываемы. Матфея 6, 23. Если же око твое будет худом. Прозаик и поэта. О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь. Ее с конца я завострю, летучей рифмой оперю. Вложу на тетиву тугую, послушный лук согну в дугу. А там пошлю на удалую и горе нашему врагу. Александр Сергеевич Пушкин, 1825 год.